Мы рады приветствовать вас на священной Брестской земле. В городе Бресте стартовал 11-й республиканский конкурс профессионального мастерства среди учащихся учреждений образования, обучающихся по специальности почтовая связь. В год исторической памяти состоялось торжественное открытие профессионального феста в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Традиции проводить конкурс не только на уровне наших уже профессионалов, а еще на уровне учащихся. Это говорит о том, что вот эта ниточка, которая связывает наше предприятие «Биопочта» уже с вами, студентами, учебными заведениями, которые готовят для нас специалистов, это будущее нашей профессии, это будущее нашего предприятия. Директор Брестского государственного колледжа связи Михаил Куиш отметил символичность того, что открытие конкурса проходит на героической земле Брестской крепости. И очень символично, что конкурс начинается здесь, на героической земле Брестской крепости. Это значит, мы помним, это значит, что мы хотим быть достойными того подвига, который совершил наш народ, добывая нам свободу. Впереди соревнования, каждый зовет свое место. Но пусть каждый победит, пусть каждый победит в соревнованиях, лично, пусть каждый победит в себя. Я вам желаю успехов и стать серьезными мастерами своего дела. Участники торжества почтили минутой молчания память защитников Родины и возложили цветы к вечному огню мемориала. Прохождение соревновательной программы проходило на базе Государственного колледжа связи. В первый день соревнования участники представляли свои визитки. Было видно, что участники конкурса подошли к нему со всей серьезностью. Мама моя, почтальон первоклассный, всех адресаторов знает прекрасно, пенсию носит и отправление, чтоб счастье достать в кратчайшее время. Цели своей я доблюсь несомненно, стану связистом я непременно. Во втором этапе их проверяли на знание теории и практики почтового дела. На все про все ровно час. Ребятам вручили папки с заданиями, и председатель жюри дал начало отчету времени. Первая часть – теоретические вопросы, требующие развернутых ответов. Вторая часть – задание практическое. Конкурсантам предстояло выполнить ряд почтовых операций. Наиболее важный и значимый день конкурса, поскольку сегодня проходят теоретические и практические испытания. В теории представлено 50 вопросов, на которые необходимо дать ответ. Для практического задания дано 5 практических заданий. Теория и практика выявляют знание и умение правильно сформировать технологический процесс в соответствии с технологией. То есть ребята демонстрируют, как они знают правила оказания услуг почтовой связи общего пользования, технологию по приему как внутриреспубликанских, так и международных почтовых отправлений. Первое задание справилась учащаяся Гумельского государственного профессионального лицея приборостроения Виктория Лишукович. Девушка признается, конкурсу начала готовиться три месяца назад. Тщательно штудировала учебники, раз за разом отрабатывала технологию. Подготовка к теории у нас начиналась еще за три месяца до конкурса. То есть это были постоянные подготовки, домашние задания, репетиции. Если так говорить, то когда ты это знаешь, это не трудно, но именно на подсознательном уровне это тяжело, потому что ты боишься что-то перепутать и что-то сделать не так. Но так в принципе, если ты уверен в своих знаниях, то это достаточно просто. Нам сделали небольшую заковырочку насчет международных отправлений, но мы со всем справились, потому что мы это учили. Участники конкурса поразили жюри не только обширными знаниями и высоким профессионализмом, но и большим природным талантом и оригинальностью. Для Белорусской почты важно, как правильно оказывать, ну, важна суть и правильно оказать услугу, но еще очень важно грамотно и культурно, значит, обслужить пользователю услуг. И, похоже, ребята с этим справляются. Каждый из конкурсантов уже победитель. Они подтвердили свой высочайший профессионализм и знания. А это значит, что таким людям по плечу самые сложные задачи.